Заболевания глаз бьют по здоровью всего организма. Человеку, который плохо ведет, сложнее общаться, работать, да и вообще жить. Между тем, согласно данным федеральной статистики, у каждого десятого россиянина диагностируются те или иные заболевания глаз. И армия профильных пациентов продолжает расти. Таким образом, важность современной диагностики, мониторинга и грамотного лечения офтальмологических заболеваний приобретает особое значение. На сегодняшний день во всем мире 47% это слепота от катаракты. Но это не слепота та, которая безнадежная. Это устранимая причина слепоты. Можете себе представить, половина людей в мире имеют катаракту. И на сегодняшний день, поэтому такие высочайшие технологии. Я помню, я начинала самоработать, когда мы разрезали глаз пополам. Сейчас 2 мм и ультразвуком за несколько минут, то, что показал Епарнон Чфедяшев, за несколько минут и пациент прозревает. Это же мчужина в термологии. В присутствии 150 врачей со всего Дальнего Востока в онлайн-режиме было проведено 7 операций. Одна лазерная коррекция зрения, 6 вмешательств, связанных с хирургией катаракты и патологией сетчатки. Операции достаточно сложные, полостные, требующие проникновения в глаз. Куратором и организатором учебы выступил Приморский центр микрохирургии глаза. Это очень сложный момент, потому что хирургия это всегда непредсказуемо и операция в любой момент может пойти по тому сценарию, который не предполагался. Но, как мы с вами уже видели, все проходит очень гладко. В штатном режиме хирурги справились на отлично, хотя пациенты были достаточно сложные. Это были серьезные пациенты, которые подбирались и готовились к данным операциям за достаточно большой период. За хирургическим столом врачи из ведущих клиник Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга и Владивостока. Приморским врачам вообще есть, что показать и рассказать. За последние несколько лет уровень офтальмологии в крае заметно вырос. Во многом благодаря Приморскому центру микрохирургии глаза. Научно-практический центр по лечению глазных патологий смещается с европейской части России на Дальний Восток. Я первый раз в вашем славном городе и в очень хорошем центре. Мне порадовало, что, во-первых, самая современная аппаратура стоит в центре. Ну, такая же, как в Москве, в общем, собственно говоря. То есть, ничем никто не отличается уже. Люди делают, врачи, весь спектр операций. Тоже, в общем, наверное, может быть, чему-то есть поучиться из Москвы. Но сейчас все меньше и меньше, так сказать. Даже, бывая часто, и по приезду мы чему-то нового узнаем на местах, так сказать, того, что сами не делаем мы. Поэтому я очень рад, мне очень все нравится, понравилось. Я желаю благополучия, процветания. Многие сложные операции на глаза, которые раньше были новаторскими, сегодня переходят в разряд рядовых. Для их проведения в Приморье есть все необходимое оборудование, врачи высокого уровня и материалы. Мы сегодня оперировали пациента, 64 года, мужчина. Мы один глаз прооперировали неделю назад, второй глаз оперировали сегодня. Мы имплантировали мультифокальную интерокулярную линзу, которая позволяет пациенту избавиться полностью от очковой коррекции. Данный вид операции высокотехнологичных, она относится к разряду, тот хрусталик, который мы имплантировали сегодня, относится к разряду премиум иол, премиум линз. В Приморском центре микрохирургии в глаза в день подобных операций проводят порядка 20, в месяц – 400. Имплантация хрусталиков в глаза занимает две трети от всего объема операций. Хочется отметить целесообразность и на Дальнем Востоке вообще данных конференций, потому что, как правило, они всегда проводятся в центральной полосе России, в мегаполисе. И благодаря, спасибо Приморскому центру, что они взяли локомотив на себя и приглашают великолепных сотрудников офтальмологии, обеспечивают прекрасную визуализацию данного проекта. Но я думаю, что это всегда идет на пользу офтальмологам не только Приморского края, но и всего Дальневосточного региона. На конференции была широко представлена и научная часть. В рамках дискуссии и докладов обсуждались методы медикаментозной коррекции глаукомы, показания к лазерной коагуляции сетчатки при диабетическом отеке, методы коррекции зрения у недоношенных детей и другие важные вопросы офтальмологии. Кроме того, работала выставка новейших препаратов и оборудования, с которыми могли познакомиться специалисты. А гости конференции – пройти обследование сетчатки глаза или измерить внутриглазное давление. Катерина Матвеева, Игорь Волтов, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова